Ребята, всем привет! С вами Жанна Казанская, и в этом ролике мы разбираем то, что вы так долго искали, да? Те самые сливы в экзамене биология ЕГЭ двадцать третий год. Давайте, не буду вас долго томить, и приступим к разбору. Во-первых, нам нужно с вами понимать, что сливы это тип плода. И, как и любой плод, сливы состоят из околоплодника, да, оболочки плода и семени внутри. Да, семян может быть несколько или одно, конкретно в типе плода слива семечко оно обычно одно. Также в околоплоднике мы можем выделить с вами разные подслои. Например, внутренний слой образует косточку, внутри которого находится семя, и за счет вот этой жесткой оболочки косточки семя не переваривается. Средний слой околоплодника мягкий, и здесь будет мякоть, и внешний слой околоплодника, он кожистый, это вот эта вот тонкая кожица на поверхности сливы. Ну, вы же не думали, что я здесь реально буду публиковать какие-то ответы? Вы же не думали, что мы будем разбирать здесь реальные ответы на ЕГЭ? Ну, давайте серьезно, никаких сливов нет и не будет. Не сливают ответы на ЕГЭ, и даже если вы что-то найдете в соцсетях, то, скорее всего, это будет фейк. Поэтому нужно рассчитывать только на себя и готовиться полноценно к экзамену, не надеясь на ответы. Меня зовут Жанна Казанская, и я готовлю к ЕГЭ. Приглашаю тебя в свой телеграм-канал, он совершенно открытый и доступный для всех, и я подготовила два очень полезных файлика по алгоритмам решения двух самых сложных задач в ЕГЭ по биологии. Это номер 28, биосинтез белка, и номер 29, генетика. Эти два файлика очень сильно помогут тебе прокачаться в своих знаниях, и сливы тебе просто не понадобятся. И эти файлики ждут тебя в закрепе этого канала. Ссылочку на канал ты можешь найти в описании к этой трансляции, или найти канал ежанчиков просто в поиске в телеграме. Готовься, а не надейся на сливы. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok